Небольшой комментарий по выступлению Валерия Викторовича Пякина от вчерашнего дня. То, что делает Пякин, то, что он детально анализирует все события, которые происходят в Новороссии, в частности, все, что касается Минска, камня преткновения последних дней, которая взорвала обсуждение и политологов, и простых жителей. Пякин, как частное лицо, как представитель частного фонда, осуществляет элементы государственного управления. На самом деле, даже граждане России не очень понимают, что происходит. Хорошо Минск, плохо ли Минск. Мозговой уважаемый полевой командир, мозговой против Минска. А Пякин разложил, почему против Минска в этой ситуации нельзя. И все это наводит на размышления об очень простой проблеме. Первое. Россия к Донбассу не готовилась. Вернее, может, кто-то и готовился, но на уровне государственного управления не было ни планов, ни стратегий, ни кадров. Все, что происходит в Новороссии, все делается стихийно, путем энергии людей с земли. Безусловно, там есть энергия людей из России, которые добровольцами там пришли и помогают. Но нет единого управленческого центра в Донецке и в Луганске, который бы осуществлял генерирование государственной политики. Стрелкова убрали. В силу разных причин, кто, почему, неизвестно. Это признак того, что идет колоссальная подковерная борьба. Причем она идет не только на уровне Новороссии и Кремля, она идет на уровне глобальном. То есть на уровне Женевы, Швейцарии, Рима, Гонконга, Вашингтона и Лондона. Так, может быть, стоит подумать о том, чтобы сформировать некий информационный центр. Вот как наподобие центра психологической войны при Пентагоне, который бы каждый день от лица авторитетных людей, ну вот, например, тот же Пякин, толковал, анализировал выступления различных персон, общую ситуацию с точки зрения выгоды Новороссии и России. Потому что упрекать полевых командиров в том, что рядом с ними неправильные аналитики, они им неправильно что-то говорят, и нет согласованной позиции всех полевых командиров, возникает вопрос, а где центр выработки этой единой позиции? Где директивы, которые кладутся на стол этим аналитикам? Нет ли ощущения, что в общем контуре управления есть большой разрыв, этот разрыв системный, никто не занимается информационной разъяснительной работой не только с населением, но даже и с полевыми командирами.